Здравствуйте, друзья! С вами Илона и канал «Записки трудового мигранта». Я подхожу к завершению описания своей жизни в Германии. И сегодняшнюю тему я хочу посвятить плюсам и минусам жизни в Германии. Опять же, я хочу сказать, это не значит, что это, как говорится, истина в последней инстанции, это категорические плюсы или категорические минусы, это то, что мне понравилось или же не понравилось в Германии. Кому-то другому, может быть, совершенно наоборот, может быть, плюсы показаться минусами, минусы плюсами, или же вообще всё прекрасно, или же наоборот всё плохо. Поэтому я рассказываю о том, какой мне представилась Германия, её плюсы или её минусы. Ну, во-первых, о плюсах. Один из плюсов, это, конечно, абсолютно безусловный. Я думаю, что согласятся со мной абсолютно все, потому что это зарплаты. Зарплаты в Германии, так же, как и во всей Европе, конечно же, намного больше, чем, например, в Латвии, или же в России, я уверена, да и вообще во многих странах. И это, собственно, и есть причина, почему мы туда едем. Да, занимаясь одной и той же работой в Германии и, например, у нас в Латвии, в Германии можно получить в разы больше, чем здесь. Это нас привлекает туда, это аксиома, это безусловно. Все остальное, это, на мой взгляд, весьма и весьма условно. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, я продолжу, вот что мне понравилось. Вот я прямо тут вот на листочке выписала, чтобы ничего не забыть. Ну, кроме, безусловной зарплаты, конечно же, там есть такая вещь, как социальные пособия. Социальные пособия, которые облегчают жизнь людей, которые попали в какие-то, ну, затруднительные ситуации, в какие-то сложные условия или из-за болезни, или еще из-за чего-то. Это пособия по безработице, пособия по потере работы, детские пособия, ну, и также всякие там другие. Но, надо понимать, это вовсе не значит, что вот мы с вами приехали в Германию, что-то случилось, мы пойдем, и нам тут же что-то выплатят, и скажут, берите, берите, не надо ли еще. Ничего подобного. Чтобы получить свои пособия, надо очень-очень потрудиться. Еще не факт, что получишь. Я могу сравнивать три страны, тех, в которых я сама жила. Это Ирландия, Германия и Франция. И вот во всех этих трех странах пособия по потере работы, это почти всегда, говорится, безусловно. То есть человек теряет работу, он имеет право несколько месяцев, в каждой стране по-разному, он имеет право получать какие-то деньги. Я получала пособия по потере работы в Ирландии, в то время это было 200 евро в месяц, то есть 200 евро в неделю, то есть 800 в месяц, и получать я могла в течение 10 месяцев. После этого все прекращалось, и если я хотела продолжить получать дальше, то есть это уже не по потере работы, а по безработице, это уже совершенно другое пособие, там надо было доказать много что. У меня это тоже не сразу получилось, и пока не вмешались мои ирландские друзья, это пособие я бы не получила. Хотя в то время я в Ирландии уже отработала почти 10 лет, официально, легально, с налогами. В Германии я никакого пособия не получала. Не скрою, я пыталась получить, пыталась, потому что отработав полтора года легально, официально, со всеми налогами, я попыталась получить пособие по безработице. Пришлось заполнять целую массу формуляров, потому что бюрократия в Германии может сравниться только с бюрократией во Франции. Ни в какой другой стране я такого не видела. Может быть, где-то есть, может быть, я просто не видела. В Ирландии, например, такого нет. В Ирландии все гораздо проще. И вот заполнив целую кучу каких-то формуляров, обойдя целую кучу каких-то инстанций, во всем, конечно, мне помогала сестра. И постоянно надо было приходить, какой-то бумажки не хватает, принесите, опять принесите, опять принесите. И, наконец, когда уже было все собрано и все отдано, началось ожидание. Ожидание тянулось несколько месяцев. И постоянно мы звонили, и нам говорили, ждите, ваше дело рассматривается, ждите, ваше дело рассматривается. Наконец, по почте пришел коротенький ответ. У вас недостаточно оснований для получения социального пособия. Почему недостаточно оснований? Что надо, чтобы эти основания появились? Никто ничего абсолютно не объясняет. Недостаточно и все. Ну, то есть, можно было бы начинать все это заново, без всякой вероятности успеха. То есть, это, говорится, бабка на двое сказала. Потом, ну, если раз уж я начала говорить про пособия во Франции тоже, я отработала почти пять лет. И потеряв работу, я не то, чтобы я хотела остаться во Франции, не то, чтобы как-то, ну, я решила попробовать, о чем черт не шутит. И я пошла во Францию, то же самое, попробовала получить пособие, вот, по безработице. Но очень любезные женщины, они не злые, не вредные, но они работники, которые выполняют свой долг. И они мне объяснили, что, ну, невозможно будет. Я попыталась обрисовать ситуацию честно, вот так, как есть. Вот, я потеряла работу. А поскольку я работала в поместье миллионеров, то и жила там, потеряв работу, я потеряла место жительства. И я попыталась объяснить, что вот, у меня нету негде жить, но я вот работала со всеми налогами, официально, легально, все. Вот, почти пять лет отработала. Ну, вот, я не хочу, например, уезжать, вот, ну, как вот мне быть. Вот, я все-таки хочу жить во Франции. Ну, женщины очень доброжелательно мне объяснили, что это не будет хорошо для меня, потому что сейчас мне никто не даст социальное пособие. Это надо будет очень долго пробивать. Удастся или нет, не факт, совершенно не факт. Мне надо на что-то жить, где-то снимать помещение, где-то жить. Это вовсе не значит, что мне сразу же дадут квартиру. То есть, да, под забором, конечно, меня не оставят. И эти женщины очень тактично сказали, ну, да, конечно, вам дадут место, но вам там вряд ли понравится. Потому что вы же понимаете, что вы будете жить не одни, что с вами в комнате будет много других людей. Они будут разного состояния здоровья и разного психического состояния. То есть, они очень тактично, но объяснили мне, что все, на что я могу рассчитывать, место в ночлежке. То есть, среди вот и приезжих из развивающихся стран, бомжей и тому подобных элементов. Ну, конечно же, на это я никак не могла согласиться. И они вот очень-то опять тактично мне сказали, ну, самое лучшее, мадам, что для вас будет, это все-таки поехать в Германию к сестре. Все вот, ну, куда мне ехать, я уж сама как-нибудь разберусь. Но вот так, поэтому ни о каком социальном пособии, тем более ни о каком жилье речь не шла. Тем не менее, что я все-таки из страны ЕС, из Латвии. И я отработала много лет, ну, много-немного, но без малого пять лет, абсолютно легально, выплачивая все налоги. Тем не менее, никакое социальное пособие мне выплачивать не спешили. И да, конечно, Германия, как и другие европейские страны, строят много социального жилья, выплачивают пособия. Но, во-первых, это бедным людям, которые, во-первых, многодетны. Во-вторых, они или же граждане Германии, или граждане Франции, или граждане Ирландии. Или по какой-то программе, вот по программе, например, помощи беженцам. Вот там уже есть вероятность получить какое-то жилье. Поскольку я европейская женщина, из европейской страны, без детей, ни молодого возраста, никакого интереса для Великой Германии не представляющая, естественно, никто там не спешил меня приютить. Итак, это то, что насчет соцспособия. То есть, с одной стороны, это плюс, но этот плюс очень-очень-очень трудно получить.